Демонстранты против правительства и против персонального Миньямина Нейтаньяу особенно в начале военных действий год назад выходили с большим плакатом который говорил о Тароша Таше, ты лава, ты виноват и там художники красили ладони, запачканные кровью, лицо запачканное кровью хотя понятно, что это все политические демонстрации, но в этом что-то есть, действительно тот, кто стоит во главе народа или государства, он несет ответственность за все, что было личную, общественную, но в любом случае он несет ответственность поэтому, хотя я не присоединяюсь к этим демонстрантам, я хочу разобраться вместе с вами какого рода ответственность несет он, глава правительства и члены правительства и руководца израильского государства конечно, надо делать различия между израильским народом, еврейским народом и государством это две разные вещи, но тем не менее, другого главы у нас нет это единственная глава Рош Мемшала, Рош, голова правительства поэтому поговорим об этом вот буквально вчера, или, да, было опубликовано сообщение известного комментатора Амита Сегеля о разговоре, который был у Менеми Натаньяу с руководителем Государственной службы безопасности параллельно КГБ Рунен Бар накануне Суккот, во время Суккот и накануне этого побоища, имеется в виду всего год назад интересно, что уже тогда Натаньяу был озабочен тем, что происходит с другой стороны защитной полосы в Газе и он вызвал этого Рунена Банера спросить, что там происходит, как надо к этому относиться и вот сказал ему Рунен Бан, да, Рунен Бан, что действительно надо находиться в состоянии полной боевой готовности хотя, как он сказал, Хамас боится нападать и единственное, чем можно объяснить вот такие провокативные действия на заборе это то, что сам Хамас боится, что Израиль нападет на газу и поэтому они как бы показывают кулаки то есть наоборот, да, мы знаем, это было все наоборот и как бы, ну какая нам, казалось бы, роль, что Хамас боится нас пусть боится, правильно очень, чтобы боялся а решение было принято наоборот чтобы не спугнуть, понимаете вместо того, чтобы сказать, ну боятся, очень правильно пусть они боятся нет, не спугнуть их, успокоить их и особенно говорил нам Рунен Бан он говорит, что самая проблема, это, конечно, не в Газе а в Евдии и Самарии, чего надо опасаться каких-то провокаций со стороны еврейского населения что это может вызвать какое-то недовольство местных арабов в Евдии и Самарии и поэтому главное внимание там, должно быть там то есть, как видите, по-прежнему, значит, обвинительный палец против жителей евреев Газа и Самарии который находится под угрозой Хамаса и палецинской автономии а вот, да, голова, в данном случае не главы правительства а голова этого Рунен Бара, начальника государственной безопасности КГБ, направлена против евреев евреев, чтобы они создавали провокацию и тогда рабы будут сидеть тихо то есть, насколько это ошибочное понимание и, можно сказать, преступное понимание и что бы в этой ситуации должен был сделать глава правительства который действительно несет ответственность даже за таких плохих руководителей разведки, как Рунен Бар он должен понять, что тот говорит неправду тот, что говорит, не понимает ничего просто или не понимает, или говорит намеренно какие-то глупости вместо этого он стерпел и принял его объяснение хотя, казалось бы, мы, простые люди если бы это услышали бы, мы бы поняли, что это какая-то ерунда абсурд нет, он принял вот уже эта ответственность, которую действительно несет запишем первый пункт какой ответственность несет Бениамин Натаньяу что он выслушал эти глупости и принял их теперь что еще говорит нам Амитсегаль я хотел бы тут еще есть какие-то очень важные вещи они говорят, что были сообщения из различных источников самый, как бы, последний день накануне уже Симхат Тура вот здесь у меня есть отчет который провел какой-то разведный орган в Израиле не знаю точно он, значит, он говорит анализирует по часам что происходило накануне этого нападения говорят, 7 октября правильно, это Насимхат Тура было сообщено что собрались руководители правительства и руководители армии они обсуждали как раз эти демонстрации и провокации, которые делают арабы в Газе и вот, как я уже сказал, оценка событий была совершенно ошибочная совершенно неправильная или намеренно неправильная и после этого, значит вначале сказали, что достаточно тех 1500 солдат да, это примерно полк в котором расположены в основном это срочники которые находятся вдоль границы с Газой однако однако командование там находится Угда русская дивизия на границе с Газой она приняла решение что можно отпустить отпустить значительную часть из этих 1500 солдат домой суббота Симхат Тора вот такое блаженное состояние а вот это была рекомендация но почему-то сам командир этой дивизии решил отпустить тысячу солдат и поэтому на границе осталось меньше 600 солдат только 500 солдат на границе протяжением 60 километров то есть примерно сколько получается солдат но они же не стоят с ружьем были в казармах после этого есть такой известный Таталуф можно сказать генерал-майор низшее генеральское звание Шлома Биндер который сейчас назначен руководителем военной разведки Амам как мы помним был такой Арон Арон Хабир Халиба который когда ему звонили в Эллад наблюдательницы девушки наблюдательницы что они видят прямо перед собой тысячи махаблим которые идут границы он им сказал вы не мешайте мне спать вы не подавайтесь на провокацию и пошел спать в своей роскошной номере в Элладе так вот вместо него его сняли и он ушел в отставку вместо него назначили этого генерала-майора Шлома Биндера что Шлома Биндер сказал в тот момент когда он получил сообщение 2.30 минут 2.30 минут тоже получил сообщение что что-то странное происходит и как мы знаем странное было то что террористы Хамаса включили Симы израильские явно было свидетельство того что они собираются действовать на территории Израиля и это было не один или два не десять Симов сразу зажглось больше тысячи Симов достаточно причин для того чтобы всех взять под ружье вместо этого он ничего не сделал оставался дома и только в 8 часов 45 минут этот Шлома Биндер вылез вылез из своей постели своего котыча и поехал в Тель-Авив в центральный штаб не понимая или не желая понимать что там происходит на юге представляете преступник в тот момент когда он понял что здесь что-то происходит должен сразу оставить свой котыч свою виллу свой роскошный особняк и сразу ехать не в саб-квартиру а ехать прямо туда на фронт чтобы понять что происходит вместо этого убивать Стали в 6.30 а он решил принять какие-то действия через 2 часа 15 минут после всему Энтеров его назначают наиболевую высокой должность начальника военной разведки поговорим об этом тоже попозже теперь дошло это и до начальника отдела оперативного отдела армии есть такой генерал уже это не генерал-майор а генерал с двумя звездочками с двумя фалафелями Одет Бесюк значит 4.30 он бодрствовал сообщили ему что происходит и несмотря на то что ему сообщили все эти признаки того что здесь что-то происходит он сказал ничего не надо делать и соответственно он позвонил он ничего не сообщил начальнику военно-воздушных командиру военно-воздушных сил он ничего не сообщил командиру всех армейских частей и тем более ничего не сообщил военному секретарю премьер-министра хотя поэтому мы говорим я говорю что Натаньяу несет ответственность за многое но если так говорить просто его не поставили в известность хотя для этого есть у него военный и просто его секретарь по военным делам это тоже генерал вполне мог бы понять и сообщить главе правительства о происходящем ему не сообщили решили ему ничего не сообщать вот такие страшные дела которые происходили и вот теперь еще одно что же за всем этим стояло планы Хамаса поговорим о тех планах Хамаса которые были накануне начала 7 октября и до этого оказывается они готовились к этому нападению с 2022 года то есть в течение двух лет да нет извините года больше года под носом у всех органов военной разведки у нас есть Мусар у нас есть Оман у нас есть Шабак все чего угодно за полтора года до начала нападения всем уже как бы было ясно с точки со стороны газа что они собираются делать причем как я уже сказал раньше на прошлом уроке сам Синвар Ехасинвар считал что это как бы апокалипсо это какое-то самое сейчас будет столкновение на уровне осуществления каких-то бредовых идей мусульманских пороков уничтожения возможно Израиля или победа вообще ислама над всем миром вот так он это представлял оказывается что по плану Синвар и это тоже должна была знать военная разведка не то что они там начали нападение на кибуцы и на этот фестиваль нет на самом деле они готовили огромный прорыв на собственной территории Израиля и там примерно более 10 тысяч вооруженных до зубов террористов должны были начать добраться до Теравива и начать там побоище и заодно соединиться с Хамасом который находится в Деи Самарии вызвать восстание всех жителей Деи Самарии и перевести к полной деорганизации Израиля вот какие у них были далеко идущие планы а наша разведка ничего не знала всегда возникает вопрос не знала или не хотела знать хорошо теперь значит только в 8 часов утра то есть через полтора часа после начала военного наступления вот это самый начальник оперативного отдела армии генерал Одет Басюк сообщил что начало объявлять состояние войны и начал мобилизацию резервистов то есть была поставлена задача мобилизовать 300 тысяч резервистов но они оказывается когда это было предано те органы которые занимаются мобилизацией и направлением направлением мобилизованных солдат в штабе армии и в коварном пункте начальника генерала штаба царил полный беспорядок никто не знал что происходит представьте себе генеральный штаб не знает что происходит на фронте а ведь это сам это вам не какая-то ставка генерального штаба в Москве которая не знает что происходит на фронте там в районе Белоруссии это под носом пару десятков километров не знали что происходит не отдавали себе отчет куда надо посылать мобилизованные мобилизованные части выемников полный беспорядок и поэтому кстати всего этого армейские части прибыли в район в час дня то есть через больше более 6 часов после начала побоища смогли в это время уже начиная с 6.30 сжигали людей убивали страшные вещи происходили а армия начала делать что-то в 6 часов то есть можно сказать что это просто военное преступление то что они делали неважно знали они или не знали намеренно это они делали а в любом случае это военное преступление самое поразительное что они по-прежнему находятся у власти кроме этого арона халива который ушел в отставку добровольно очевидно опасается что иначе его привлекут к суду но все равно к суду его конечно надо привлечь а остальные по-прежнему занимаются командой непонятно я как бы сказал этого генерала Шома Биндера который первый ответственный за провал и неправильное принятие решения он даже поднят по как бы звании теперь начинает становиться начальником военной разведки почему это все происходит вот здесь действительно пришло время мы сейчас находимся на накануне Йом Кипура Кипур человек как мы знаем должен делать признание ведуй своих ошибках и как мы видим здесь есть ошибки не одного человека а целой системы надо поэтому разобраться откуда это все откуда это все растет есть во первых надо сказать что несчастье Израиля с самого момента его создания в 1948 году и еще раньше в том что мы много зависим от нашей силы военных сил понимая что мы находимся в противостоянии по сути дела с того момента когда англичане обещали в 1917 году создать в стране Израиля еврейское как бы национальный дом так это называлось по разному сразу же возникло противодействие арабов и поэтому надо было сразу вооружаться в силу этого армия постоянно играла очень центральную роль в жизни сперва еврейских поселений а потом в жизни всего еврейского народа то есть это милитаризация израильского общества это как бы нам навязано не было никакой другой возможности а как только создавать и тренировать обучать военные силы но это одновременно создало эту проблему что во главе еврейского народа стоит военная каста профессиональные военные самоуверенные вместо того что во главе народа должно стать духовное руководство в крайнем случае политическое руководство нет политическое руководство меняется выборы новые министры а армия по прежнему она является главным фактором понятно что это очень нездоровое состояние для народа и общества когда генералы решают все вы видели это даже накануне военных действий особенно в ходе развертывания военных действий появилась эта организация Ахим Ленешек братья по оружию все это были братья по оружию это генералы то есть это верхушка милитаристическая верхушка Израиля которая почувствовала что с выборами в новое правительство которое включает в себе много религиозных партий националистических партий как будто бы власть уходит из рук этой милитаристической верхушки поэтому они называли себя братьями по оружию как сказать то те кто генералы они наши братья а все остальные наши враги они не наши братья смотрите насколько как бы ситуация об этом стоит подумать с момента создания как бы еврейской независимости она была с одной стороны необходимой а с другой стороны была контраправительной что можно было и это грех за это надо как бы мы можем каяться и говорить что мы виноваты мы все виноваты в том что так у нас получилось что генералы нами командуют они духовные лидеры а вторая проблема это естественно отсутствие этих духовных лидеров ну вот сразу же после действительно произношения Англии лордом Бальфором право создания еврейского национального мальчика был духовный лидер Рава Абрам Ицхака Коэн Кук который сказал что это событие является не случайным оно как бы является выражением того пророческого видения которое мы находим в Танахе но у него была масса врагов его шельмовали его как бы бойкотировали даже настолько что сжигали другие религиозные евреи в шляпах сжигали чучело с изображением Рава Кука настолько это была серьезная ненависть к этому духовному лидеру который говорил что это все не случайно это не то что вдруг ни с того ни с сего у нас создается возможность иметь государство это все проведение наших пороков мы должны выполнять волю Ашем и идти как бы сотрудничать с созданием вот такого течения как мы знаем наоборот хорейдив не все правда они наоборот ушли в оппозицию и поэтому они не дали духовных лидеров которые может вести народ в такой ситуации с учетом этой ситуации самый простой способ есть в Талмуде такое выражение шеб веалтасе адив то есть когда ты не знаешь что происходит и не понимаешь лучше ничего не делать это возможно правильно как бы в житейских ситуациях возможно это и правильная рекомендация когда человек не знает откуда у него начинает сыпаться несчастье и вместо того чтобы для того чтобы что-то не напутать создать сумятицу лучше ничего не делать не предпринимать ожидая как бы события подскажут правильное направление действия но понятно что в условиях борьбы за существование народа это решение самое плохое ничего не делать потому что если ничего не делать хорошо но с другой стороны силы которые против тебя они-то действуют они очень активны и ничего не делать это уже само по себе предательство то что мы видим сейчас в религиозном обществе когда руководители харадимного еврейства отказались вообще участвовать в жизни народа Израиля они не хотят служить в армии не хотят воевать и они говорят это ваше дело вы сионисты это придумали это на вашу голову почему мы должны как бы мы играть в ваши игры надо понять что когда началась как бы вся операция или вся это как бы развертывание событий создание национального очага в Израиле в Эрид-Исраиле в 1917 году было несколько десятков верующих евреев можно сказать харэдим а сейчас есть миллионы откуда они появились потому что есть государство есть возможность поселиться в этом государстве поэтому говорить что это нас не касается это вы сионисты думали но благодаря этим сионистам вы живете в стране Израиля если бы они не создали это государство то это как бы вот еще один пример того что нет руководства нету духовного так же как начальный генерального штаба так же как начальник оперативного отдела армии неправильно понимает ситуацию принимает неправильные решения и правильно они виноваты а наши духовные лидеры наши главные раввины и руководители Ешивы и прочее они действуют именно так хотя они не как раз наоборот они против армии они считают что это неправильно так разувание как у нас сказано это что запрещено говорить ну вот в последних главах книги дворей мы читали что человек не может сказать что это как будто все успехи достигнуты только нашей силой силой нашего оружия нашими личными качествами конечно надо признавать что все это находится под руководством Ашема но тем не менее кто-то должен это сказать какие-то должны быть духовные лидеры большие крупные раввины которые могли бы это сказать и которые услышал бы народ а они прячутся в кустах они делают вид что ни при чего не происходит но происходит ведь главное можно прятаться от реальности не инициировать но тут события подгоняют они тебя заставляют не инициируют а если бы действительно не дай бог этот Ехея Синвар осуществил бы свои планы и большими силами прорвался в центр страны уже 7 октября или 8 октября и началось побоище можете себе представить что эти боевики здесь у нас под окнами ходили и убивали нас да что можешь спрятаться в своей квартире закрыться на ключ как будто это тебя не касается взломают тебе дверь взорвут как это было в кибуцах нет невозможно спрятаться то есть настолько это поражает слепота даже не духовная слепота а человеческая политическая слепота этих духовных лидеров что они как будто бы действуют как будто ничего не происходит что это а это там сионисты это задумали вы живете в этом государстве благодаря этому государству вы приехали откуда приехали из Польши после войны из Венгрии после войны все остатки тех которые не были убиты немцами искали свое пристанище здесь в Израиле создали ишевы превосходные все но почему была возможность создать эти ишевы почему была возможность создать такое огромное количество учеников Тары потому что у тебя есть государство которое охраняет и дает тебе право создавать ишевы дает финансы финансовую поддержку и прочее это как бы если мы говорим о Йом-Кипуре и о признании вины это надо найти какого-то большого духовного лидера который бы действительно признал что здесь совершена ошибка преступление против народа и безусловно это касается и сионистской части религиозного движения смотрите казалось бы мы знаем имена известных хоровинов учеников Рава Цвиуда Кука но они все достаточно мелкие их никто не слышит там у себя в Ешиве где-то наши Ешиве в другое они могут что-то говорить а народы их не смогут слышать почему это так произошло конечно надо обеспечить объективные обстоятельства конечно было очень трудно есть как бы ненависть к верующим но вот как раз изменить это положение тоже обязанности духовного руководства меняет как-то что-то вот мы сейчас являемся свидетелями того что хотят в центре Тель-Авива как раз так называемые вязаные кипы многие из них ученики Махон Мира других Ешив хотят устроить массовые молитвы да это очень хорошая идея конечно когда ты устраиваешь эти массовые молитвы то даже люди которые непричастны проходят мимо обращают внимание вот как здорово и таким образом как бы ты расширяешь круг верующих но вместе с тем само это намерение оно вызывает ненависть вместо того чтобы она встречала понимание она встречает ненависть остальных чувствует что почему вы делаете это демонстративно в центре Тель-Авива хотите навязать нам силой а ведь как мы знаем одна из причин по которых есть вот это как бы сопротивление сопротивление существующему правительству это опасность опасения дамон что клиникалы хотят захватить власть в Израиле и диктомать и обязать всех в демократическом порядке быть верующими люди этого не хотят светские люди их очень много большинство они этого боятся возникает вопрос а правильно ли устраивать подобного рода демонстративное празднество с другой стороны конечно говорят это демократично вот люди хотят молиться вот как бы есть право молитвы и надо сказать что в чести нашего верховного суда который обычно мы критикуем богат как раз в этом случае постановил суда глава теравивского муниципалитета Рон Хульдаи запретил он разрешает молитвы но ни в коем случае чтобы не молились и женщины и мужчины отдельно вместе почему это ущемляет как бы права женщин большой феминист генераль как раз верховный суд постановил что да можно молиться раздельно правда они сказали не в центре Дизенгоба а выбрали какое-то другое место подальше от центра ну какая-то победа вот как мы видим все это я говорю с одной стороны здорово потому что мы говорим распространяй тару и как бы оповещай всех привлекай всех но возможно это тоже неправильный шаг который вызывает только раздор и ненависть таким образом ты можешь навязать людям свое убеждение как я говорю сейчас главное опасение у этих противников существующего правительства что им хотят силой навязать клирикальные законы хотя это неправда это совсем не так но любое действие которое как бы подкрепляет подобное опасение оно вредно поэтому главный раввин израиля сифарский Равьосовицкак сказал что неправильно устраивать демонстративные молитвы в центре города когда это тем более он говорит молитвы они должны быть находиться в месте где нету каких-то внешних раздражителей люди должны молиться сосредоточенно как уходить от всех этих понятно что какие бы там не были бы не были бы меры предосторожности и поставить эту мехицу и перегородки все очень хорошо но это в центре города есть движение машин люди начинают демонстрировать и протестовать Равьосовицкак говорит человеку в молитве надо сосредоточиться молитва особенно молитва Йон Кипур очень важная молитва каждый человек должен подумать о своих поступках принять решение в центре города со всеми внешними раздражителями с охраной огромного количества полиции ты не сможешь сосредоточиться получается что это демонстрация а не молитва я не могу согласиться и не спорить с Равьосовицком ну как понятно что в этом тоже что-то есть а где тот главный главный как бы авторитет духовный который решит этот спор у нас нет духовного авторитета вот это действительно если мы ищем виновников у людей неверующих что вот они проворонили нападение Хамаса вообще говорят намеренно уклонились и не обратили внимания все-таки как сказано на этом плакате ата рош ата ашем ты стоишь во главе даже за это ты несешь ответственность понимаете глава правительства наш как сам нерелигиозный правда он в последнее время стал добавлять в своих словах без ата ашем есть вопрос насколько он вкладывает в эти слова смысл без ата ашем это с помощью все только без ата ашем без ата ашем ничего не получается а просто как приговорка без ата ашем так без ата ашем это неплохо это лучше чем скажем благодаря нашей армии нашим силам но это по-прежнему это не то ну и невозможно от него ожидать или требовать такое воспитание он получил если немножко сделать отвлечься посмотреть откуда пришел Бениамин Натаньяо а папа его профессор Бен Сион Натаньяо который написал интересные исследования по поводу действия Рабицхака Барбанеля он был секретарем Зева Жаботинского Зев Жаботинский это как бы лидер ревизионистов и тогда когда в те же самые 1917 году создавался как бы прототип в 1917 году еще не было государства создавались какие-то основы это было как бы два направления Бен Гурион со своим социалистическим подходом с идеей создания в Израиле социалистического государства и Жаботинский который был против социализма он считал что капитализм это нормальное развитие и прочее вот были два но интересно и на это обратил внимание мой друг бывший чемпиона Советского Союза а потом чемпиона США по шахматам Борис Гулько он говорит когда создавалось государство Израиль это уже 1947-1948 год он заложил Бен Гурион заложил в основу государства как бы государственный праздник суббота соблюдение всех еврейских праздников заключение брака по еврейским законам развод по еврейским законам то есть он установил основу еврейского государства а Жаботинский был воинствующим атеистом то есть с одной стороны известно что Жаботинский был сторонником более сильной позиции в отношении арабов можно представить что он бы тогда в создании государства действовал по другому но основы еврейского государства создал как раз Бен Гурион Бен Гурион происходит из города Брест а это был Бриск по еврейскому лексику называется Бриск а Бриск как мы знаем это была столица семейства Соловейчик красиво звучит Соловейчик на самом деле это были крупнейшие мудрецы 19-го может быть даже 18-го века заложили очень серьезные основы кстати сам Бегин потом последователь Жабатинского тоже был из Бреста Брест это как мы знаем такие названия еврейских столиц как Мир знаете где находится Мир Мир хотя русское название тоже находится в Литве его создал Билинский Гаун там была основа а где жил лидер ревизионистов Зев Жабатинский его последователь Бенни Минтон а жили в Одессе Одесса это была город москилим просвещенцев те которые как мы знаем под руководством Моши Мендельсона еще в 18-м веке стали реформировать еврейскую веру представьте я показываю какую-то противоритивость с одной стороны Бенгурьон это идея создания социалистического государства а с другой стороны есть Жабатинский который говорит надо создать нормальное государство не надо как бы идти здесь по каким-то мы знаем что социализм он как бы совершенно отжил совершенно себя не показал в чем-то прав а в чем-то совершенно неправ как трудно разобраться с кем идти кого поддерживать я здесь набрал мы будем говорить на Йом-Кипур будем говорить это видуй так называемый исповедь и как бы когда мы говорим этот видуй на Йом-Кипур нам самим не надо копаться в своих прогрешностях прогрешениях у нас записан конспект то есть просто один два три четыре давайте посмотрим я вот себе представлю себе что главы нашего правительства кстати как вы знаете начальника генерального штаба израильской армии по сути дела это как бы главнокомандующий так называют начальник генерального штаба на самом деле главнокомандующий израильской армии Херцель Халеви Херцель в честь Теодора Херцеля Халеви из поколения Левита верующий человек мне так рассказывали что он каждый день накладывает филин он соблюдает субботу по мере возможности редких душ но как и все остальное как мы видим совсем не в ту степь то есть находится как раз во главе этого самого генералитета я хочу рассказать очень интересную деталь маленькую подробность которая меня заставила задуматься у меня был друг к сожалению скончался несколько месяцев назад известный аргентинский художник абстракциониста Тувя Кац и он значит уже в 50-е годы как был сионистом социалистом приехал в Израиль пошел в кибуц как раз там на севере есть такой кибуц Хакук значит вот как бы с этой идеей возрождения страны Израиля построением социалистического государства и вдруг где-то в конце 60-х годов с ним происходит изменение трансформация он становится балчуван оставляет кибуц приезжает сюда в Юрсалим учился в Махон-Мире потом сам стал рабином и преподавать я его спросил Тувя вспомни какой как бы был момент переломный в том что ты вдруг решил оставить кибуц и стал решил стать верующим человеком он назвал одну из причин он говорит это чванство и зазнайство военных того время как вы знаете сейчас у нас есть всякие спецназы шаеты там есть у нас действительно превосходные солдаты хорошие ребята тогда это был Пальмах Пальмах Плуботмах создал еще английский офицер Уингейт сторонник патриота Израиля друг Израиля он создал из молодых ребят в кибуцах он создал эти отборные отряды которые уже до начала войны за независимость вели борьбу с арабами это как действительно был тогда спецназ потом эти спецназов кончалась война он говорит о 60-х годах это уже были не совсем молодые люди он жил с ними рядом и можно ожидать себя такие как бы люди которые очевидно покрыли себя слабой и совершали мужественные действия во время военных действий за независимость вот он окшичает кибуце это идеалисты какие-то он говорит они были мелкими чванлибами зазнайками это есть такое на иврите слово шахцанут шахцан примерно так я думаю это перевожу это поразительно но на самом деле то что я сказал милитаризация приводит к тому что армия генералы и все кто что-то сделали они чувствуют что они как бы от них все зависит и кто еще смиривается против них выступить кто они такие что вы сделали особенно если мы Алимы или Алим Хадаш первый вопрос в свое время сейчас не знаю задавали ты в каких частях служил я не служил но ты не служил в частях вообще кому ты нужен это было вот это как бы продолжается до сих пор если кто-то скажем кончил военную службу как мы знаем у нас молодые люди уже доходят до уровня полковника Алуф Мишне три звездочки как полковник если он идет теперь после окончания военной службы кадровой военной службы где-нибудь в возрасте сорока лет он приходит искать себе работу если у него есть три эти самые звездочки все ему все двери открыты и всегда у него находится там в этой системе кто-то кто служил в той же самой части кто его знает то есть по-прежнему вот эта как бы система протекции продвижения своих она решает то есть по-прежнему это существует от нашего несчастья за это надо бить себя здесь есть у нас из этих видуимов я вот нашел даже какое-то выражение да помните как этот виду звучит и там идет перечисление и вот я даже здесь выпечатал из гугеля очень интересное не только перечисление всех этих признаний но еще какая-то расшифровка я не знаю если на русском языке но это как бы интересно об этом об этом стоит понять например здесь есть алхет шехатану левадот это признание п это устное признание интересно что это за такой хет говорит вот этот комментат он тоже говорит я поскольку это личное как бы он говорит от своего имени каждый человек который кается он говорит я много раз говорил теперь все я кончил завязал сейчас я буду вот делать так но самое главное что изначально не имел это в виду на самом деле сказал так просто так просто сказал извинился на самом деле да извините я не знал на самом деле ничего как бы не переживал не ощущал какого-то настоящего сожаления за совершенное действие сказал так чтобы как бы создать какие-то социальные условия благоприятные вот извинился коронусульный человек на самом деле думает про себя самое самое ты не прав ну ты такой настырный ну нехорошо ты хочешь чтобы я самоизвинился я извинился на самом деле держит камень в кармане вот это теперь есть еще альхет чахатан лифанеха бизлезуль хорим у морим то есть относился пренебрежительно к старшим ну хорим это родители морим это учителя кто такие учителя это не обязательно учителя которые там с указкой в классной комнате это люди как бы духовные наставники руководители а я говорит вот это признание заключает в том что я не понимал что благодаря им я их существую и пренебрегал ими подумаешь какой-то там старик чего-то он квакует да что он понимает мы молодые люди у нас новое поколение и так можно для вида даже сказать да вот уважая все на самом деле как говорят вот такая поговорка беру за хвост и провожаю уважаю беру за хвост вот это вот шахатателев а не ха бизидзуль хорим у марим она вам сказать так я конечно тут не объективен потому что как бы в свои годы я конечно нахожусь как бы с той стороны которая говорит мы лучше знаем мы лучше понимаем и жизненный опыт вот очень серьезная как бы ну наработка которым надо считаться ну это так на самом деле знаете вот я по своему как бы личному опыту то что я думал в 60 лет сейчас в 77 лет я чувствую и понимаю гораздо тоньше я улавливаю какие-то отдельные моменты и соответственно с этим принимаю какие-то решения которые оказываются более правильные так что это старость это конечно не обязательно зарог того что все правильно да но в целом надо слушаться руководителей проблема наша что у нас нету духовных линий я не буду называть конкретные имена вы знаете сейчас идут выборы главного раввина у Ашкиназа у Тосифардов выбрали этого главного раввина тоже сына раба Вади Иосефа раб Иосифа как у Большой Талмит Хахам выбрали единогласно а Ушкиназим до сих пор уже идет второй или третий тур никак не могут выбрать о чем это говорит полный раскол нет никакого понимания казалось бы духовные лидеры должны найти общий язык сидя за общим столом и сказать слушайте мы верим в тот же самый Шухан Тарух мы учили тот же самый Талмуд мы и так далее и так далее давайте соберемся выберем среди нас самого достойного полный раздак есть фракции бесконечные и ведут между собой обычные политические договоры ты себе я там вот это корень зла отсутствие духовного руководства полный раскол непонимания это начинается действительно с головы поэтому можно повторить это выражение которое было на плакатах ата рош ата аше ты стоишь во главе ты виноват а ты говоришь но я не знал я не понимался тогда ты не можешь уйди со своего поста признайся что ты не можешь быть руководителем чего ты лезешь быть руководителем ты не смог твое во время твоего руководства ты не смог достиг единства народа не нашел ничего что людей объединяло бы ну там военные действия все это понятно такой большой приток патриотизма и понимание как бы жизненной опасности которая нависла над всеми нами сразу как бы привело к сплочению но потом сейчас это ослабевает знаете если мои сыновья которые служат в Милуим они говорят все меньше и меньше людей приходят на сборы резервистов то есть первый раз 7 октября 8 октября вот эти 300 тысяч которые вот все пришли и даже больше чем нужно потом сколько могут люди воевать отпускают их в Милуим в отпуск месяц-два новый примор меньше приходит через некоторое время еще меньше приходит потому что чувствуется вроде бы уже меньше опасность опасность все как бы пошла и все понимаете почему видите когда этот Иехисинбар планировал и Макшму надо сказать когда планировал наступление на Израиль вот это нападение он исходил из того анализируя сообщения газеты как известно он сидит до сих пор наверное или нет говорят тут есть разночервые сведения что он погиб он умер или еще жив до сих пор неважно следил за сообщениями СМИ израильской и он пришел к выводу что израильское общество разобщено оно слабо его можно взять даже все таки своими слабыми силами Хамас против израиль он считал что мы можем почему он считал так потому что у них есть идея идея бесноватая варварская но есть идея они фанатичные верующие а у нас евреев нет таких фанатиков поэтому мы их победим силой нашего фанатизма и это очень важно вот смотрите когда Сталин чувствовал что войну проигрывает он сперва вернул регалии вы не знаете тогда когда была самая создавая советскую власть отменили погоны отменили звания ну погоны такие золотые звездочки кокарды и все это как бы дает человеку какой-то возможности стремиться к власти добиться власти какой-то цены вел погоны вел кокарды вел звезды видел что этого недостаточно вел церковь причем он понял что вера это самая сильная вещь вера она как бы позволяет человеку правда у них главный бог был сам Сталин за родину за Сталина но в Сталина верили как высшее существо за это умирает к сожалению в таких серьезных ситуациях нужны фанатики верующие которые умирают а почему вот говорят была эта концепция какая была концепция что Хамас замирен что он ослаб что самый его больший интерес это как можно больше денег жить развлекаться то да осё под ним прочитаешь откуда проистекало это и поэтому мы не должны напрягаться откуда это проистекало потому что мы не хотим напрягаться вот же откуда мы не хотим напрягаться какой нормальный человек может жить скажем 70 лет 75 лет сочетание государства все время жить в постоянном напряге мы не можем любой человек не может это выдержать поэтому нам хочется представить себе что и наш враг тоже хочет нормальной жизни хочет там жену детей машину корову я не знаю что можно и спокойно причина именно в нас что мы не можем мы не можем мобилизоваться а если бы мы были бы мусульманскими фанатиками мы знаем что главная цель это победа Мухаммеда нас эти коровы там мы и жены и все это очень второстепенно наша задача это прославить ислам в этом мире а что против этого может стоять еврейские фанатики которые говорят что это надо перевести Малхуд Шадай перевести власть Ашема в этом мире знаете самое интересное такие люди есть здесь мы так учимся мы знаем что человек живет не ради коровы не ради машины потому что есть у еврейского народа великая цель это прогрошение освящения имени Ашема поскольку наша вера дана и не придумана как Мухаммед в каком-то наркотическом опьянении придумал свой Коран у нас это как бы действительно жизненная правда для всего человечества вот если ты в это веришь и ради этого поэтому не случайно что сейчас большинству очень большое количество солдат которые погибают это люди в кипоцелку это свидетельство того что и это он просчитался Синвар он считал что у него есть эти люди которые готовы умирать за Бога за идею а мы все мы как бы уже хотим жить как современные люди ничего не так у нас тоже есть и вот это кстати и напрягает противников внутри Израиля есть такой известный израильский бар певец Авив Гефен и вот он сейчас было 7 октября было какое-то там сборище как бы левых по поводу того что там произошло 7 октября и он пел свою бардовскую песню в этой бардовской песне у него были слова они украли у нас нашу страну кто это они мы с вами верующие люди мы украли у них страну они хотели жить немножко самое я не знаю там что сейчас курят марихаану героин каннабис да немножко так расслабиться и жить хорошо а мы им не даем у нас какие-то фанатические идеи мы хотим молиться мы хотим накладывать тфелин смотри какое чувство очень глубокое мы украли у них государство государство это их они пальмах он какой-то племянник одного из героев израильской армии генерала Мошедаяяна внучатый племяк какой-то вот это клан это Даянь Даян это было его государство значит насколько они это ощущают что это их а мы украли государство и мы украли государство настолько что наши солдаты теперь, не Пальмах, а как раз наши вязаные кипы сражаются как Пальмах и готовы отдать свою жизнь, к сожалению, гибнут в больших количествах. Вот это чувство, которое как бы, это можно понять, да? Мы хотим жить как современные люди. Это то же самое, что происходит во всем мире. В эти самые всякого рода свободные течения, когда люди выходят из шкафов, из гробов, я не знаю, арон на иврите это переводится как шкаф, да, вышли из шкафа, да, а на иврите это, арон это гроб. Люди выходят из гробов и заявляют, что им больше так вот нравится, да, кайфовать, удовольствие, вот это как бы, это весь мир так разъедается. А мусульмане, которые приезжают из-за, убегают из-за катастрофы, которая была в Африке и в Азии, приходят в Европу и находят вот это европейское общество совершенно обескровленное, да, разгложенное. И чувствую, сейчас мы их возьмем руками. Как мы знаем, Мухаммед совершил очень сильный набег где-то, да, когда начался это гиджара, переселение из Мекки в 7 веке новой эры. Они буквально за 100 лет захватили Африку, половину Европы, вот. Ну, тут началась Великонкиста, перезахват, вот почему-то там это, христиане тогда опомнились и разбили мусульман. Это было очень непросто. А сейчас они вдруг, знаете, как это продолжается, та же самая борьба за владение. Те же самые мусульмане, мухаммедяне, сейчас они говорят, о, все, крестоносцы сидят, кайфуют, окуренные там опиумом, марихуаны, сейчас мы их возьмем живыми руками. И получается, и вдруг натолкнулись и здесь, на государство, которое трудно понять, потому что у нас действительно большинство, так же, как и Европа, мы хотим быть современными людьми, мы хотим выходить из шкафов, мы хотим наслаждаться, иметь удовольствие от жизни, да, можно взять голыми руками, но это не получилось. Смотрите, какая как бы вся эта, вся причина, безусловно, в том, что враг думал, что он сможет, это потому, что он видит, что мы действительно нас, мы хотим жить, иметь удовольствие от жизни. Тот, кто хочет иметь удовольствие от жизни, никогда жить не будет, потому что всегда есть барвары и дикари, которые, каннибалы, которые себя поедят живу. И вот, вдруг оказывается, я говорил, в том, есть такое понятие, как называется гражданское задержание. То есть, у там, у шабака, полиции есть подозрение, что какой-то молодой человек живет в поселке, там, в кипецруге, и он замышляет что-то сделать против арабов, доказательств точных нет, его не поймали, но есть подозрение. На основании этого подозрения уже возможно человека посадить в сюрягу и продлевать ему полгода, год, и вот, ты знаешь, это, Мацар Минали. Кто эти ребята? Я, конечно, против того, как бы, самоуправства. Потому что, когда каждый начнет поджигать государство со своей стороны и думает, что, как бы, он знает, и он правильно, государство – это все-таки государство. Это надо понимать. Если есть какая-то очень, можно сказать, деликатная равновесие между устремлениями и верой, и вместе с ним понимаешь, что государство, если у тебя не было, если у нас не было бы государства, и какое ни есть, но начальник генерального штаба и законы государства, которые обязывают граждан мобилизоваться и пойти, мы бы ничего не сделали. С другой стороны, такой молодой человек становится все больше и больше. И поэтому тот же самый Ронен Бар, начальник службы государственной безопасности, КГБ, он видит в них, вот в этих Акипоц-Ругод, которые живут в поселениях, которые мечтают о приходе Машиаха, самую главную опасность. Их очень много. И вот Адвив Геффен поет, вы украли у нас государство. Религиозные макобесы украли у социалистов, у людей, которые хотят жить современной жизнью, удовольствия жизни, украли государство. Какое будет разрешение, есть один закон. Как ты говорила об этом. Закон Чувы создан еще до сотворения мира. Что это значит? Сказали такое выражение в Гимаре, что Чува кадма ли улам. Кадма приводоскетила улам сотворения мира. Это что значит? Это в основе сотворенного мира есть всегда принцип регенерации. То есть нету какого-то постоянной законной энтропии, что энергия, которая была дана в этот мир, она постоянно затухает. Поэтому все темнеет, становится холодно и все кончается. Нет. Есть творец, который постоянно подает в топку огня. Никогда это не затухает. И поэтому это общий ответ. Падать с духом, в общем, мы видим, если вы сидите и знакомы с израильским обществом, есть огромные ненависть к верующим. Просто как бы не просто так, их очень много. И они боятся нас, что будет. Но мы знаем одно. Есть такое выражение «Нецех Исраэль, Луи Шакер». Ашем не обманывает. «Нецех Исраэль» это вечность Израиля, не обманывает. Да, были трудности. Но всегда чува будет. То есть вы когда-то в какой-то момент все вернутся к исконным правильным точкам. Но это не снимает с каждого из нас обязанности лично и сегодня. Вот прочитайте этот весь видуй, который есть, я не знаю, переведен на русский, наверное, переведен, задуматься и понять, потому что начинается чува, начинается, как мы знаем, с трезвой оценки своего поведения и своих действий. Не бояться самих себя, сказать, да, вот я это слабо, у меня нет силы воли, я недостаточно страха Божьего и над этим работать. Понимаете, здесь идет комплексно. Нельзя подаваться унынию, потому что чувак от Мали Алан. То есть в основе существования мира заложен принцип возможности обновления. Не только обязательности обновления. То есть никогда не кончается, как на иврите есть такое вооружение «эйнефис», да, никогда не кончается плохо. Но это не снимает из каждого нас обязанность через два дня, голодный желудок, чистый голодный желудок, он затемняет сознание. Когда я не поел, то работа головы освежается, понять, почувствовать. И хотя бы в одном вопросе, хотя бы в каком-то мелком вопросе признаться, что я поступал неправильно, я дал слабину, я дал, как бы, потворствовал своей какой-то слабости. Примите правильное решение. То, как говорят, а йом-ки-пура это ведь на самом деле касация, и он один, Роша Шана это был суд, приговор. Теперь все мы приговорили на очень хорошую жизнь, но мы подоживаем, поставим себя восторженно, кто-то еще осужден, поэтому мы подали касацию. Касация, йом-ки-пур просматривается нашей касацией, обжалование приговора. Поэтому, с одной стороны, не надо, мы и так садыкием, зачем нужно обжаловать. Но если что-то есть, будем надеяться, что наше обжалование будет принято во внимание. будет.